Кузьмин Андрей Владимирович, представитель авиаклуба Агатов Залет. Наш авиаклуб находится в маленьком городке Гаврилов Ям, который образовался вокруг всего лишь двух градообразующих предприятий. Завод Агатов Залет и комбинат Локалов. Городок небольшой, молодежи там деваться некуда, поэтому силами и завода, и ДОСААФ был организован вот этот наш авиаклуб. Мы занимаемся популяризацией авиастроения среди молодежи. На примере постройки гидроавтожира мы собрали целую компанию ребят, студентов, которые принимают непосредственно участие в строительстве этого летательного аппарата. Не модельки, не игрушки, а реального, сверхлегкого летательного аппарата. Конечно, здесь совершенно иная мотивация, они с удовольствием занимаются этим делом. Мы пытаемся им показать наиболее прогрессивные современные технологии обработки материалов, сборок и так далее. Лазерная резка, гидроабразивная резка, заклепоченная техника, сварка, пайка. И вот именно с пайкой у нас появились проблемы. Оказалось, что наиболее удобным методом вот такой силовой конструкционной пайки является использование плазмы. Попробовали самые разные аппараты, пришли к выводу, то, что самым удобным и продуктивным является использование вот такого аппарата «Горыныч». Очень удобная вещь, которая позволяет получить очень качественную пайку. Легко, быстро. Ребята легко обучаются этому делу. Поэтому мы с удовольствием сотрудничаем с этим заводом и получаем от него вот такие вот замечательные аппараты. Пользуемся мы плазменной пайкой уже, наверное, лет 20. Попробовали самые разные аппараты, самые разные производители разных. И вот на современном этапе это наиболее прогрессивный аппарат, вот именно «Горыныч». Вот сейчас будем обучать студентов работе с этим аппаратом. Он позволяет производить пайку с такими материалами, с которыми обычной, ну, допустим, газовой горелкой уже обойтись невозможно. Допустим, тонюсенькую нержавеечку, там, 0,3 мм, припаят к толстой, там, 5-мм детали. Ну, газовой горелкой это просто делать невозможно. Либо что-то сгорит, либо что-то не прогреется. А вот этот аппарат, он позволяет сделать пайку очень-очень качественно. Резкую сварку, да, пробовали делать, но у нас, к сожалению, нет специалистов, которые бы могли это делать уверенно. Поэтому мы пока используем это только для пайки. Но знаем, что можно и варить, и резать этим аппаратом совершенно спокойно. Вот я произнес слово «автожир». Оно очень мало кому известно и мало кому понятно. Дело в том, что «автожир» – это очень особый летательный аппарат. Нечто среднее между вертолетом и самолетом. А я бы добавил еще и парашютом, который обладает рядом удивительных свойств. Во-первых, он очень устойчив в полете и потому безопасен. Весь мир летает на «автожирах». Но беда в том, что основной такой, будем говорить, автожирный бум пришелся на 90-е годы, когда, ну, честно говоря, России было не до автожиров. И как-то вот так получилось, что автожиры прошли мимо нас. Именно поэтому мы не просто рассказываем ребятам об авиастроении, а именно о автожиростроении, дабы расширить количество специалистов, владеющих автожирной тематикой.